Здравствуйте, дорогие друзья, Латвийское радио 4, теория всего, у микрофона я, Алексей Гусев. Как обычно, по вторникам в это время мы обсуждаем научные темы и изыскания. Сегодня я очень рад, что наш научный разговор будет в том числе и практическим, потому что мы будем рассказывать о раскопках археологических в районе города современного Латвийского Гробини. На самом деле, один из самых древнейших наших латвийских городов, несмотря на то, что живет там всего ничего, несколько тысяч человек, казалось бы, пригород Лепы. Но там побывали многие важные исторические личности и сражения судьбоносные происходили. В общем, кроме того, действительно есть, что там находить ученым, археологам и историкам. Поэтому сегодня мы об этом говорим. Отправляются туда каждый год, как я понимаю, сейчас в таком режиме археологические экспедиции. Собственно, с участником, а также с деканом факультета истории и философии Латвийского университета Андрисом Шне мы сегодня будем общаться. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Он писал, что местные жители Курши находились под властью Данов, но тогда сопротивлялись, было восстание. И потом на них, как сказать, глаз положил шведский конунг Олаф и тоже принял довольно обширный поход против Куршей. И в этом связи он упоминает два места Куршей. Зебург и Апулыя. Место Апулыя сегодня мы локализуем в Литве, городище Апула. Там тоже уже в 30-е годы 20-го века проводились довольно обширные археологические раскопки. Но то место, которое Римберт понимал под названием Зебург, довольно долго все-таки считалось неясным. Где же оно находилось, что это было за место. Но в середине 20-го века это место стали связывать с гробиней. Потому что там в центре находится довольно внушительное городище. Тоже находится довольно много могильников с погребениями, в том числе и скандинавскими погребениями. Да, чуть ли не на 3000 мест. Ну, примерно так. Статистика довольно скользкая дело, когда мы говорим об археологии. Потому что довольно много памятников все-таки исчезло с лица земли. Были уничтожены в ходе деятельности на полях и тому подобное. Но в гробине все-таки довольно много осталось. Там несколько памятников, которые можно довольно точно отчислять скандинавами. Потому что там уже в 1929 году, когда проводились первые обширные раскопки, в которых приняли участие и латышки, и шведские археологи. Под руководством шведского археолога Биргера Нермана. Вот именно. Он тогда был главой Государственного исторического музея Швеции. И он уже с 20-х годов имел большой интерес к истории контактов между Восточной Балтией и Скандинавией. Поэтому неудивительно, что в конце концов он тоже предпринимал несколько раскопков на территории Латвии и Литвии тоже. То есть у него была цель доказать, что на территории гробины была колония, поселение викингов? Вот именно. Он считал, что это была колония скандинавов, которые пришли, поселились на этом месте. Если смотреть на разные артефакты, которые нашли в погребениях, тогда можно так довольно приблизительно говорить, что колония, шведское поселение здесь началось в середине 7 века, около 650 года, и длилось примерно две столетия до середины 9 века. Это мы уже с точки зрения современной сейчас говорим. Да, как сегодня считается. Да, да, да. В этих столетиях. То, что остается до сих пор неясным, это, во-первых, какой был характер этой шведской колонии, и тоже, где же жили эти шведские поселенцы. Потому что, несмотря на то, что довольно много, более 2000 погребений были раскопаны в ходе всего 20-го столетия на этих аркологических памятниках, не было ясно, где они жили, не было найдено место жительства этих поселенцев. Но, конечно, городище привлекает внимание, как потенциально самое важное место поселенцев. Мы объясним более подробно именно сейчас. Вот вы сказали, чего нет, а то, что все-таки есть, те объекты, которые имеются. Мы уже упомянули, да, действительно, городище, крепость и могильник. То есть это вот то, что самое главное из того, что мы сейчас имеем, и то, что есть. Да, мы можем говорить о пяти могильниках. В том числе в одном из могильников нашли когда-то предметы, которые относятся к позднему каменному веку даже. Так что человеки, люди жили здесь довольно долго. Это поселение здесь не началось в седьмом веке, но было уже, это место заселено довольно долго при этом. Но в начале седьмого века это место было не слишком интенсивно заселено. А вот расскажите, может быть, про замок тоже, потому что... А, замок это совсем другое дело. Это вот не крестоносцы его случайно все-таки построили? Вот именно, вот именно. То есть это совсем другой период, совсем другие люди, да. Конечно, замок находится очень близко к городищу и к могильникам тоже, но замок относится к периоду Ливонии, к Средневековой истории Латвии. Он был построен в 14 веке и имел довольно большое значение тоже в новое время. Как одна из крепостей Курлянского герцогства. Там было довольно много новых укреплений сооружено в ходе 17-го столетия. Но эти основные части замка, которые мы сегодня видим в гробине, они относятся все-таки к средневековому периоду. То есть если нас викинги интересуют, то замок на самом деле не очень большой интерес представляет. Конечно, мы не знаем, что под замком, что под замком, потому что... Что мог строиться на основе какой-то другой... Да, да, потому что у нас в Латвии довольно, может быть, довольно много, но есть несколько случаев, когда средневековые замки построены на городищах местного населения. Например, на Кокнесе, замок Кокнесе построен на берегу реки Дауговой. Так что пока не произведены археологические раскопки и в замке их такие не проводились, мы точно не знаем. Но можно предпринять, что все-таки это место не было связано с эпохой викингов или с концом Железного века. Хорошо, тогда про городище давайте поговорим. Что оно собой сейчас представляет, что-то могло быть? Городище, наверное, было заселено уже до VII века. Пока еще трудно сказать, было ли это поселение местным кушушкам поселения. Но мы можем принять, что где-то в V веке, когда кушуши появились в этой области, они заселили это городище, это место. И потом, когда в середине VII века появились скандинавы, тогда некоторое время здесь жили вместе, вместе бок с боком, две общины. Одна кушская, одна скандинавская. Что интересно, то что вообще-то это гробинское поселение можно считать первым скандинавским экспериментом заморского поселения. Потому что если мы смотрим на Западную Европу, тогда там никаких активностей, набегов и поселений раньше конца VIII века, начала IX века мы не увидим. Ну, кстати, на самом деле, одно дело набег, а другое дело поселение. Здесь тоже, наверное, стоит отметить. То есть одно дело приплыли, ограбили и уплыли обратно. Вот именно. Но и, например, на Британские острова тоже строились поселения. И там США довольно обширная колонизация. Но это было довольно поздно. И если мы смотрим на южный берег Балтийского моря, например, на средневековый город Рискаутин, то он тоже начинается где-то примерно с IX века. Гробин довольно ранее место скандинавов на Балтийском море. Недавно, уже где-то лет 5-6 назад, на острове Сарема тоже нашли остатки двух кораблей с погребениями, которые можно датировать и относить к VII веку. Так что кажется, что именно это восточное побережье Балтийского моря, как раз напротив острова Готланд, центральной Швеции, современной Швеции, был тот регион, где скандинавы первыми пришли. И тогда уже потом были эти походы. То есть вы придерживаетесь версии, что эти скандинавы, которые тут жили, они с острова Готланд прибыли или нет? Я бы сказал, что были и скандинавы, и с острова Готланд, если смотреть, например, на украшения или на некоторые виды оружия, но были тоже поселенцы с центральной Швецией. И пока не ясна хронологическая соответственность, кто был первым или это было совместное предприятие. Но так как у нас имеется пять могильников, из которых троих мы можем говорить о скандинавской присутствии в погребениях, то, может быть, мы можем говорить даже о нескольких довольно маленьких, но все-таки скандинавских поселениях в этой области. Потому что есть еще одна версия, что скандинавы, скажем так, просто приплыли и сделали погребение своим умершим и уплыли дальше. Воевать, набегать, торговать и тому подобное. Потому что никаких других следов свидетельствующих об их присутствии не обнаружено пока. Но все-таки это большое число погребений, ну, слишком большое для такой традиции. И тогда, конечно, возникает вопрос, почему именно здесь? Почему не в каком другом месте? Конечно, у нас есть довольно много находок скандинавского происхождения и на берегах реки Венты, то есть в других местах нынешних Курзами, и на берегах Долговой. Но они тоже относятся к 9, 10 и 11 веку. Так что этот округ Гробини, он немножко выделяется своей очень ранней хронологией. Действительно. Ну, давайте тогда немного поговорим о ваших исследованиях. Напоминаю, декан факультета истории и философии Латвийского университета Андрес Шне у нас в гостях. Давайте, да, про экспедицию, потому что в прошлом году вы съездили, в этом году поедете. Какие цели ставятся? То есть это именно исследования уже открытых объектов? То есть вот этих могильников, например. Или хочется найти что-то еще не открытое? Да, совершенно право. В прошлом году мы начали, я надеюсь, довольно долгосрочную традицию, когда студенты нашего исторического факультета проходят аркологическую практику в Гробине. Пока мы не ставим цели найти новые памятники, но, может быть, со временем мы с этим тоже что-то начнем сделать, потому что сегодня довольно много новых методов появилось, которые позволяют достичь довольно много информации без раскопки. Ну, а, кстати, теоретически, я вот в Гробине не был к своему стыду, наверное, нужно будет, конечно, как-то исправить этот пробел. Да, но теоретически-то есть, где еще могут быть неоткрытые памятники там? Да, да, конечно, могут быть. Например, мы до сих пор точно не знаем, какая была площадь и где постиралось поселение вокруг городища. Кажется, что это была довольно обширной территорией, может быть, даже более двух гектаров, но оно очень различной интенсивности, культурный слой в этой территории. К тому же, к несчастью, это как раз центр нынешнего города, где много зданий, так что не во всех местах мы можем проводить какие-то раскопки или разведки. Если говорить о погребениях, я бы сомневался, потому что это место как археологический объект известно уже с середины XIX века, когда вообще началась археология в Латвии. Тогда проводились первые описания в городище и могильниках. Уже в 1840-х годах была информация о арабских монетах, найденных где-то около гробня, без точной местности. Так что это место всегда привлекало внимание. Но думается, что это, как сказать, прелесть археологии, вы никогда не знаете, что вы найдете в конце концов. Так что может быть, что и новые могильники, но главное, новые поселения, я думаю, еще могут быть найдены. Что удалось найти в прошлом году, если не секрет, может быть? Нет, это не секрет, конечно, это не секрет. Какой улов вы пока? В прошлом году мы только начали наши раскопки, и так как до сих пор, как мы же говорили, неизвестно место жительства тех людей, которые были погребены в этих могильниках вокруг гробня, мы решили начать более общинные раскопки в городище и поселении. Уже в 1929 году Бюрген-Нерман, когда проводил раскопки и в городище, он довольно существенно ошибся. Потому что, по его мнению, культурный слой был очень тонкий, там не было ничего интересного, только около метра глубины. И, как он сказал, ничего нельзя понять об этом городище и о значении этого городища. Но уже несколько лет назад проводились археологические разведки, пробы в городище, которое показало, что оккультурный слой здесь довольно интенсивный, как минимум 3 метра. Ну и поэтому мы решили предпринимать раскопки на городище. В прошлом году только было начало, поэтому мы еще не достигли окончательной глубины культурного слоя. Но уже примерно достигли где-то немножко более метра. Но это было к нашему удивлению, что оккультурный слой относится к средневековому периоду и новому времени. То есть, тот период, который... То есть, вы еще не докопались до вашего времени? Нет, вы еще не докопались до вашего времени. Это и средневекового периода довольно легко объяснить, потому что где-то 50-60 метров от городища находился замок. И, конечно, это место, которое уже от древности было выбрано как довольно удобное для укрепления, думается, было использовано с таким же успехом и с такими же целями в новое время. Нельзя сказать, чтобы было довольно много находок. Артефактов мы нашли только около 200, которые более характерны для предметов ежедневного быта. Ножи, осколки, посуды и тому подобное. Так что, что интересно, мы думаем, что нашли развалины одного строения и, может быть, и какую-то часть укреплений городища. Так что, в следующий год покажет уже довольно много, надеемся, что покажет довольно точнее, как были тоже, какие фортификационные структуры были на городище. Потому что, например, если говорить о укреплениях на Гробинском городище, это тоже довольно интересно, потому что у Гробини имеется довольно странный вал и довольно нехарактерный ров. Но возможно, что это тоже происходит из того, что это место было в активной жизни все столетия после Железного века тоже. И когда-то, если смотреть, например, на 9-й, 10-й век, тогда, наверное, этот облик городища был совершенно другим. А в этом регионе Железный век длится до? До конца 12-го века. До конца 12-го века. У нас в Латвии, в отличие от некоторых, довольно многих, должны признаться, довольно многих государств в Европе, мы считаем Железный век от начала нашей эры до конца 12-го века. Когда уже начинаются крестовые походы и начинается средневековый период истории Восточной Прибалтики. Собственно, с насаждением христианства, как я понимаю. Включая и христианство, и каменные замки в том числе, и письменную культуру, и всякие другие хорошие в том числе. Ну, сейчас мы немного отвлеклись, да, и все-таки напомню, что о викингах в Латвии мы в первую очередь говорим. Я понимаю, кропотливая работа историка и археолога, но в этом году вы надеетесь докопаться все-таки. Думаю, что да, думаю, что да. Думаю, что да. Того периода. Да, да. Замечательно, сейчас на небольшую паузу уйдем, и совсем скоро вернемся в прямой эфир. Итак, про то, что находится и можно раскопать сейчас в гробине, мы говорим с деканом факультета истории и философии Латвийского университета Андресом Шне. А, собственно, раскапывается предположительно, как мы можем сейчас, потому что полностью доказательств нет, но предполагаем, что поселение викингов. Соответственно, вопрос, если там все-таки было поселение, то как же они взаимодействовали вот с нашим местным населением, с куршами, например. То есть было ли какое-то феодальное подчинение, как сейчас исторически на это смотрится, ответьте. Но перед этим только скажу, что наш телефон 67227440, и можно уже начинать звонить. Пожалуйста. Да, это тоже было довольно распространенное мнение, некоторые десятилетия назад, и в советское время тоже, например, что там было почти такое колониальное господство скандинавов во всей территории Курзии даже. Но кажется, что как раз о такой господстве мы говорить не можем. И находки в гробине, и находки у берегов Венты и Далговы говорит об очень интенсивной торговле, всякими разного рода контактами. Но гробине выделяется тем, что здесь все-таки совместно жили две разные культурные группы, и скандинавы, и Курши. В одном из могильных их можно проследить, как начиная с начала IX века до середины, конца IX века, постепенно уменьшается характер, эти характерные черты скандинавских погребений, и они становятся более и более местными. То есть, наверное, можно говорить о культурной ассимилиации пришельцев в местное сообщество. Возможно тоже, что к середине IX века для скандинавов гробине уже не представляло интереса. Тогда уже для них главной целью были восточные рынки, восточные территории, Древняя Русь, Арабский Калифат, Константинополь, и поэтому для них более полезным был речной путь с Балтийского моря до Черного моря, который и начинался на Даугове. Были и некоторые другие реки, но одно из ветвей шло по реке Даугово. То есть, поселение основали, а потом забыли про него, не было оно стратегически необходимым. Вот именно. И оно, я думаю, постепенно вымерло, и не было новых пришельцев, которые могли бы продолжать этот характер скандинавского сообщества и скандинавской культуры, и поэтому постепенно оно исчезло. Но в середине VII века, я бы сказал, что это было довольно большим событием, конечно, не международного значения, хотя мы говорим о двух разных культурах и двухязных языках и тому подобное, но все-таки это принесло довольно много изменений все-таки. Ну да, но с другой стороны, наверное, так тоже не бывает, что приезжает кто-то на вашу территорию и основывает поселение, а у вас с этим все в порядке, пожалуйста, располагайтесь. Да, да, да. И некоторые ученые тоже выдвинули гипотезу, что местные курши однажды даже начали восстание против скандинавов, и успешный исход этого восстания тоже способствовал тому, что скандинавский характер уменьшился, и в конце концов это скандинавское поселение исчезло. Но то, что мы знаем сегодня, не позволяет нам точно сказать, что да, были вооруженные конфликты. Предположительно были. Это довольно, как вы сказали, это довольно логично предпринять, что были. Но в VII веке в округе Гробини довольно много областей или даже мест, где можно обосновать свое поселение, свое жилье. И такой острой конкуренции в то время, кажется, еще не было. Но когда мы найдем, например, следы пожаров или следы битвей на городище, тогда уже можно будет с большей уверенностью говорить, да, эти были довольно неспокойные отношения, потому что, на мой взгляд, сейчас мы скорее можем говорить о такой довольно прагматичной совокупности, которая здесь существовала на несколько столетий. Латвийская радио 4, программа «Теория всего», наш телефон 67227440, звоните нам. У меня еще есть занимающий меня вопрос. Сейчас скажите, пожалуйста, с точки зрения того, что Гробиня у нас все-таки морской город, можем ли мы сказать, что если это поселение было, то оно какую-то функцию порта выполняло у викингов? Именно. Потому что еще в средние века Гробиня считается городом, который участвует в морской торговле. Сейчас это окажется довольно трудным или даже невыполнимым заданием, но в те времена все-таки и рельеф был другой, и линия берега была другой. Это река Алланда, которая и сегодня течет через нынешний город Гробиня, была навигационной. И, наверное, это место, этот фактор тоже повлиял на то, что скандинавы выбрали это место для своего поселения. В средние века эта морская торговля для Гробиня не была столь важным фактором, потому что Гробиня все-таки был как город, существует только с конца средних веков, хотя замок здесь и последнее вокруг замка уже просуществлялась в XIV веке все-таки. Да, ну что ж, наденьте наушники, давайте примем какой-нибудь звонок. 67227440. Напоминаю, здравствуйте. Добрый день. Да, пожалуйста. Мне вот интересен такой вопрос. Сталкивались ли вы при раскопках с огненными захоронениями, и какой последний срок датировать можно вот эти захоронения? Вы думаете, в Гробиня именно? Да, именно в Гробиня. Спасибо. Спасибо. Да, кремационные или захоронения, или там, где люди были погребены сожженными, довольно часто встречаются на территории и Курши, и Пруши тоже, кстати, у вас южных соседей Курши. В Гробине мы имеем и скандинавские эти кремационные погребения, и скандинавские, и местные скелетообразные погребения. Так что там довольно большое разнообразие разных погребальных традициях. Самый последний период, когда мы можем говорить о огненных захоронениях или кремационных захоронениях, относится уже к XI веку и относится к традиции Куршей. Потому что в конце железного века местное население опять постепенно переходило на этот ритуал сожжения своих умерших людей. Что ж, да, если мы, кстати, действительно не уточнили этот момент, все-таки любопытно, да, столько много могильников, это в первую очередь войны там погребены или вот разные люди? Разные, совершенно разные люди, совершенно разные люди, в том числе и женщины, и дети, и мужчины, и с вооружением, и тоже есть погребение, где было найдено только несколько артефактов, которые были положены в погребальную яму или сожжены вместе с умершим. Там имеется довольно обширный материал. Кстати, довольно интересная находка была найдена в ходе роскопов 80-х годов, когда на Грубине проводили роскопки местной латвийско-российской экспедиции, были археологи из Ленинграда, участвовали, Валерий Петренко, например. И там в одном из могильных их нашли стелу, которая относится к VII веку, и которая, можно сказать, единственный такой памятник во всей Восточной Балтии. Это довольно типичный памятник скандинавы, периода до викингов и эпохи викингов, но в Балтии такие не характерны. Так как эта стела довольно ранняя, она относится к VII веку, и рисунок на ней довольно примитивный, но можно предположить, что он изображает или корабля, или птицу, например, морскую птицу. Что ж, очень любопытно. К сожалению, у нас не так много времени остается, но все-таки давайте расскажем о ближайших планах на этот год. Сколько людей отправится, на какой период, с какими целями. В этом году раскопки будут проводиться в июле месяце, примерно три или четыре недели. Наши студенты под руководством моей коллеги Элины Гущики и мной будут продолжать раскопки на городище и поселение, которые мы начали в предыдущем году. И это в этом году и наша главная цель достичь окончательной глубины культурного слоя, понять эту структуру, или, как мы говорим, стратеграфию культурного слоя, которая потом уже позволит адаптировать разные слои. И надеемся, что там мы найдем и ответы, кто в конце концов жил на городище, и какие были отношения между местным населением и пришельцем из Скандинавии. Потому что можно даже предположить, что городище было только Куршским. Это тоже может случиться в конце концов. Да, ну будем надеяться, что у вас получится докопаться до истины в прямом смысле этого слова. Хотя не обязательно, конечно, докопаться, потому что всем хорошо известно, что после того, как археологический материал получен, очень большая работа предстоит уже вне полей по периодизации, хронологии, ну вообще понять, что это такое. Вот именно. Благодарю вас за очень интересный разговор. Напоминаю, сегодня у нас в гостях был декан факультета истории и философии Латвийского университета Андрис Шне. Говорили мы о следах викингов на территории Латвии. Как выясняется, их достаточно. И, собственно, будем надеяться, что еще больше мы сможем раскопать. Программа «Теория всего» прощается с вами на неделю. Встретимся совсем скоро. Меня зовут Алексей Гусев. Всем удачи!